Не очень опасный, но довольно неприятный паразит человека – острица. Она обитает в толстой кишке, и для того, чтобы дать развивающимся яйцам подышать, самки выползают через анальное отверстие наружу, вызывая при этом зуд. Питается острица бактериями в толстой кишке, поэтому избавиться от нее можно с помощью антибиотиков, уничтожающих бактерий. Большой вред организму наносит паразит крыс и свиней Трихинелла. В мышцах зараженных животных под небольшим увеличением микроскопа можно заметить пропитанную известью капсулу в виде маленьких лимончиков, в которых сидят скрученные в спираль червячки. Если крыса съест кусок зараженного мяса, то капсулы растворяются, из них выходят червячки и внедряются в стенку кишечника. Черви быстро достигают половозрелости, и уже через несколько дней из оплодотворенных яиц выходят личинки. Личинки, не покидая хозяина, проникают в кровеносные сосуды, а стоком крови достигают мышц, в которых одеваются известковой оболочкой и остаются на постоянное жительство. Этим червем может заразиться и человек, съев непроваренную или непрожаренную свинину. Еще один круглый червь, ришта, обитает в подкожной жировой клетчатке. Самка ришты достигает 120 сантиметров в длину. Она сидит, свернувшись клубком, чаще всего под кожей ног человека. В этом месте образуется язва, через которую рассеиваются личинки-нематоды. Эти личинки попадают в воду, где их проглатывают мелкие рачки-циклопы. Человек заразится, если выпьет сырой воды и проглотит циклопа. Еще более опасны нематоды филярии. Они передаются с укусами комаров. Личинки, попадая в кровь, добираются до крупных лимфатических протоков. Там они дорастают до взрослых червей, достигающих 10 сантиметров. Закупорка лимфатических сосудов червями приводит к сильным отекам, а руки и ноги больных становятся похожими на слоновые. Поэтому болезнь, вызываемую филярией, называют слоновой болезнью. Субтитры создавал DimaTorzok